В том, что задержанный и есть насильник, у полицейских сомнений нет. Его опознала потерпевшая. Его причастность к преступлению подтверждают и результаты экспертизы. Следователи уже восстановили цепочку событий, приведшую к трагедии. Утром 9 октября Евгений Самсоник, слегка выпивший, неподалеку от заброшенного онкоцентра, около часа поджидал жертву. На месте 17-летней старшеклассницы мог оказаться кто угодно, но в тот роковой день именно она пошла по злополучному маршруту. Ударил по голове и с улицы потащил в это заброшенное здание. Для подавления сопротивления жертвы, учитывая, что у нас жертва несовершеннолетняя, фактически это ребенок, потому что 16 лет девочке, он изначально ударил ее по голове сзади, когда подбежал. Дальнейшее для подавления разбило голову в бутылку и несколько раз ударил о стену головой. В общем-то, да, садистские наклонности, на мой взгляд, конечно, там присутствуют. Как установило следствие, Самсоник, уходя с места преступления, прихватил с собой телефон и деньги жертвы. Ранее мужчина был дважды судим, первый раз условно, второй сидел три года за кражу. Также выяснилось, подозреваемый, отец троих детей лишен родительских прав, два его сына живут в детском доме. А от супруги уже поступали заявления о побоях. Но все же в преступлении мужчина не сознается, говорит, на момент, когда изнасиловали девушку, был на работе. Однако это не подтвердилось, его смена закончилась за день до содеянного. На розыск Евгения Самсоника у полицейских ушла неделя. К поискам привлекли все службы. Задержали мужчину по месту жительства в Кенеле. Колоссальный объем работы был проделан, чтобы его установить, потому что он ей был до этого не знаком. Установить, в принципе, достаточно было трудно его. У нас было проверено более тысячи человек. Нами были изъяты все видеокамеры в районе места совершения преступления, где на двух видеокамерах он у нас был запечатлен. Оперативники не исключают, Евгений Самсоник может быть причастен и к другим преступлениям сексуального характера. Сейчас это выясняется. Силовики обращаются к жителям с просьбой. Если кто-то ранее пострадал от рук этого мужчины, подать заявление в полицию. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События.